Продолжение следует... 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 Пристально посмотрела на меня. Исчезла. Прошла ночь. Но и на следующее утро доктор Данэ не изменил своего убеждения и с такой уверенностью утверждал о действительности явления его жены, что сэр Роберт перестал возражать. Он сделал более того. Он отправил одного из своих слуг в Англию, в Друриэлен, узнать о здоровье мистерис Данэ. После вернулся на двенадцатый день с вестью, что жена доктора очень больна и что он оставил ее еще в постели. Роды мистерис Данэ были очень опасны. После долгих и тяжких страданий она родила мертвого ребенка. И это случилось в тот самый день и час, когда муж видел ее перед собою. «Если для души, связанных с телом, возможно подобное явление, то почему же невозможно оно для души, освобожденное от земных уз?» Прибавляет Лихтское издание. В 1874 году мне случилось на берегах Сауны беседовать с одним из высших офицеров нашей армии. Во время нашей беседы он живо интересовавший, очень живо интересовавший моего собеседника. Только я заметил, что в некоторых весьма, впрочем, редких случаях иногда и дух живого человека может являться и даже давать советы вдали от своей телесной оболочки. «В таком случае, — сказал мне мой собеседник, — я могу теперь объяснить то, что с 1854 года составляло для меня непонятную загадку и тайну. Я был в Крыму, под стенами осажденного Севастополя, служа поручиком в корпусе волонтеров, и был назначен с отрядом стрелков в траншеи, в которых должен был оставаться в продолжении 48 часов, и, едва прибывав на назначенное мне место, я увидел своего отца, который сказал мне, что я должен следовать его советам относительно размещения людей, и что в таком случае никто из них не будет ни убить, ни ранен. Он пробыл с нами довольно долгое время, указывая места, где я должен поместить людей, и затем исчез, по всей вероятности, невидимый никем за исключением меня. Спрашивается, как он мог явиться и исчезнуть? Он был тогда в Дофине, и, как я узнал по возвращению во Францию, был в этот день ненормально сонлив, казался углубленным в свои мысли, но совершенно здоров. Во многих письмах я рассказывал об этом случае своей жене, ломая себе голову над разрешением такой непонятной загадки. И вот, наконец, 21 год спустя, я слышу от вас о возможности подобного случая. На другой день я явился с женой своего собеседника, которая от слова до слова подтвердила мне рассказ своего мужа, письма которого, относящиеся до этого случая, у него до сих пор еще сохранились. Вторая половина текущего столетия ознаменовалась открытием, которое очень возможно впоследствии в жизни человеческих обществ произойдет обширнейший переворот. Мы говорим об установлении факта индукции психических движений и состояний, факта, известного теперь всему образованному миру. Всякое психическое движение или состояние данного индивидуума при известных условиях с пропорциональной напряженностью возбуждается и воспроизводится на другом индивидууме, помимо воли и его, с передачей, притом на расстоянии. Явление это ежедневное мы можем наблюдать вокруг себя всюду. Заразительность, веселость, смеха, печали, раздраженность и есть явление индукции. Сплошь и рядом случается, что два или несколько находящихся вместе человек обнаруживают у себя одновременно появление одной и той же мысли. Очень часто в обществе нескольких человек заводится речь об известном лице и последнее появляется в среде заседающих в самый разгар разговора с приближением отсутствующего очевидного собеседника возбуждается представление о нем. Явление слишком обыкновенное и притом возбуждается по большинству лишь известными лицами. Так что, как самое явление, так и производящее его лицо, народное наблюдение отметило выражением Лёва Кнопомини. Значительная часть сновидений, отличающихся настолько упорным постоянством в предшествии известным событиям, что породило в массах не только веру в свое свойство предзнаменовывать, но даже целую литературу сонников объясняется та же индукцией психических движений и состояний. Я сплю, но таким сном, что мозг мой не исключает возможности восприятий. Другое лицо напряженно думает, и в это время о свидании со мной на завтра. Мысль индуцируется, и в результате я имею сновидение, в котором фигурирует думающее обо мне лицо. Наутро, к моему удивлению, то же самое лицо я вижу наяву. Целая область предчувствий, безапелляционно отрицаемая просвещенным большинством, имеет, однако, реальное бытие и несомненную верность при известных условиях. Злой замысел против меня, назревающий у моих врагов, та же, как и добрый замысел друзей или людей близких, индуцируясь на мне, выражается, соответственно, чувствами безотчетного страха или же необъяснимой радости. Словом, всюду и ежедневно примеров массы. Не ссылаясь на множество разительных исторических примеров, я расскажу читателям один особенно разительный случай в современной жизни. Несколько лет назад я, говорит мой знакомый, служил на одной из станций Оренбургской железной дороги, в одной из ближайших будок, стоявшей вдалеке от местной реченки Чечерки. Был будущник, крестьяне Сеодор, жил с женой, у жены его была сестра, которая приходила в будку по временам. Обе они отличались особенной неряшливостью. В самой будке вечно царила непровадная грязь и пыль. Помимо этого, вид обоих сестер был отвратителен. И обе они отталкивались своей внешностью. Жена почему-то ненавидела своего тихого и скромного мужа, и злоба ее в той или другой форме нередко прорывалась наружу. Однако же Федор на бабе капризы не обращал внимания. В чем лежала причина ненависти жены, было неизвестно. Дня тогда, три за четыре перед смертью, Федор, придя на станции с чувством безотчетной тоски, рассказал мне виденный в эту ночь сон. И видел я, говорит, будто на льду, на чечерке, около проруби, заклевали меня какие-то страшные птицы с длинными носами. Понятно, ни рассказу, ни самому сновидению я не придал никакого значения. Федор, однако же, продолжал тосковать. Через четыре дня, около уже полуночи, я по какому-то делу по линии дороги возвращался на станцию. Поравнявшись с будкой, в которой жил Федор, я увидел в окошко слабый ват из света огня, что ввиду слишком позднего времени и отсутствие поездов меня удивило. Я решил из любопытства зайти в будку. Дверь оказалась не запертой. Водяя, прежде всего, изумился в чистоте пола. Никогда раньше неряшливая хозяйка его не мвала. Свет проникал из другой половины помещения, из-за печи. Двинувшись далее, я прежде всего заметил несколько стоявших на лежанке жестяных ковшей, в которых почти везде на железных дорогах разводят краски. Ковши были с белилами. За ним не видел я жену Федора, которая, макая кисть в краску, обеляла заново под кроватью стену. Видя постель пустой и не замечая нигде Федора, я обратился к жене с вопросом, где же Федор? И странное, непостижимое дело. Ту же, совершенно бессознательно, по неведомому внушению, как бы шутя, дополнил вопрос, уж ты не убила ли его? Что, зарычала баба, страшно глядя на меня таким тоном, что у меня даже волосы встали дыбом, и по коже пробежал мороз. Влеком и какой-то неведомой силы, я, не говоря ни слова, в безотчетном страхе поспешил вон, и почти бегом направился домой. Через несколько дней труп Федора, страшно изрублен и зашитый в куль, случайно был выточен из проруби на чечерке. Его зарубило топором на постели при помощи сестры и жена, в то время, как он вечером лег спать. Струи и потоки крови обдали стены и пол. Поэтому-то, когда ночью я зашел в будку, пол оказался вымытым. Убийца же закрашивал на стене кровавые полосы и пятна. Сестра ее, как оказалось после, при входе моем, заслышав шаги, спряталась за печь. Разумеется, по делу у следователя я был первым свидетелем. Когда убийцы были уже арестованы и в преступлении сознались, я спросил жену Федора, что она думала и чувствовала в то время, когда я ночью входил к нему в будку, к ним. «Я с сестрой и тебя хотела зарубить, да у окна с улицы стояли какие-то люди», ответила мне убийца. На самом же деле, в то время у окон никто не стоял. Сестер убийц сослали в каторгу. Читатель видит, во-первых, что здесь сбылся сон Федора, признаменовавший насильственную смерть, во-вторых, изумляется вместе с рассказывавшим. Откуда у последнего, когда он не нашел в будке Федора, явился предложенный вопрос, уж ты не убила ли его? Наконец, обуявший вопросчика безотчетный страх и поспешное бессознательное удаление из будки. Ясно, что когда в голове сестер план убийства близился к осуществлению, представления о том, индуцировались на Федоре ночью, сначала в форме сновидения, страшными птицами, а днем потом в форме тоски, точно так же индуцировалось на вошедшем в будку и выразившимся вопросом представления о совершенном убийстве, а затем в виде страха и желания удалиться индуцировался и замысел нового убийства. Нет сомнения, что сплошь и рядом совершаются вещи и более, по-видимому, чудесные, объяснимые, однако, только одной психической индукцией. Этот интересный закон, мы уверены, обещает человечеству множество других разоблачений в областях, которые или считаются необъяснимыми, или отрицаются совсем. Помимо поднятия таинственных покровов, открытое свойство мысли и чувства индуцироваться на расстоянии через много веков, весьма вероятно может вытеснить не только телеграфы и телефоны, но и самый язык, как средство обмена мыслей. Тогда в жизни человечества наступит новая дивная эра, но до нее, если она и наступит, когда, вероятно, еще слишком далеко. Предсмертные телепатические явления душ умирающих людей Факты, устанавливающие существование прижизненной и вместе посмертной духовной человеческой личности, души Телепатическое общение в момент смерти во второй половине января 1888 года, когда я воспитывался в Киевской гимназии, мой брат захворал с карлатиной. Мне пришлось переселиться к нашему хорошему знакомому, штабс-капитану Триппу, чтобы не внести заразы в гимназию. С моим домом я был совершенно разобщен, только деньщик приносил иногда письма от родных. 3 февраля в 2 часа 30 минут утра я внезапно проснулся и почувствовал присутствие больного брата в моей спальне. Часы пробили половину и этим обратили на себя внимание. Лунный яркий свет позволил рассмотреть время. Мне показалось, что в напе лунных лучей, падающих через форточку, стоит фигура брата, как бы сотканная из тех же лучей. Через некоторое время фигура растаяла, оставив светлые нити, слившиеся потом с лунным светом. Все существо мое было полно какого-то непонятного трепета, но не страха. Мы вели безмолвный разговор и понимали друг друга. Когда призрак брата исчез, я быстро соскочил с постели, разбудил Триполя и около часа проговорил с ним. Триполя доказывал мне, что все виденное мной греза, воображение, но не мог меня убедить. Все виденное не могло быть во сне, так как я заметил время и сидел все время на постели, сознавая окружающее. На следующий день к вечеру я получил известие о смерти брата. Меня поразило совпадение, но еще больше я был ошеломлен, когда узнал от матери, что брат умер в день ее именин, 3 февраля, в 2 часа 30 минут утра, то есть в тот момент, когда я его видел. Рассказы на мной события живо помнят мои родные, так что они могут подтвердить действительность явления. Моя сестра утверждает, что перед всяким выдающимся событием в ее жизни она чувствует присутствие покойного брата. Сережа приходил предупредить. Вот ее фраза в таких случаях. Явление кардинала Лотарюкского Екатерине Медичи. В 1574 году Генрих III находился в Авенеоне, с королевой Екатериной Медичи. Вечером 23 декабря Екатерина ушла спать ранее обыкновенного, а перед тем провела время в обществе короля, архиепископа Леонского и других придворных. В спальню королеву проводили придворные дамы Де Рец, Де Лигнере и Де Сов. Едва она легла в постель, как в сильном испуге, закрыв глаза рукой, позвала к себе на помощь, уверяя, что кардинал Лотаринский, в это время опасно больной, стоит в ногах ее кровати, хочет приблизиться и протягивает к ней руки. При этом королева кричала, «Кардинал, вы мне не нужны!» Королю доложили об этом странном происшествии, и он немедленно послал одного из окружавших его дворян к квартиру кардинала. Принесено было известие, что кардинал умер в то самое время, как его призрак явился королеве. Достоверность этого явления подтверждает и Добиньев в своей книге. Он говорит, что слышал об этом от трех дам, бывших при короле, во время явления призрака. Появление в минуту смерти Под этим названием напечатан рассказ шотландского дворянина о том, что в Шотландии нередко встречаются люди, у которых способность к ясновидению, наследственно, переходя от отца к сыну. В его же роде эта способность передается через поколение от деда внуку. Деда автора рассказа был ясновидящим, сам же он родился не в Шотландии от матери в Саксонке, и надеялся избежать наследственного ясновидения, хотя все его братья унаследовали эту редкую способность. Четырнадцатилетним мальчиком, находясь далеко от местопребывания отца и считая его вполне здоровым, он неожиданно увидел его стоящим в своей комнате, опирающимся рукой на выступ камина. Юноша бросился к отцу, но призрак мгновенно исчез. Это так поразило сына, что он упал в обморок и сильно захворал. Через три дня было получено письмо с известием о смерти отца, именно в то время, когда он видел его стоящим близ камина в своей комнате. В другой раз, когда ему было уже 22 года, он, лежа на постели, услышал легкие женские шаги, приближающиеся к его постели. Зная, что двери заперты и никакой женщины в его квартире не было, он с удивлением оглянулся в шум шагов стих у его кровати. Он увидел бледное, меланхолическое лицо девушки, в которую влюблен был пять лет тому назад. Девушка эта, верившая в возможность появления после смерти, обещала ему, что если раньше умрет, то явится к нему. Через десять дней он получил письмо, из которого узнал, что девушка скоропостижно умерла именно в тот день и час, когда я явилась к нему. Случай из жизни известного ученого Джорджа Смита. Знаменитый английский ассериолог Джордж Смит скончался в Алеппо, в Сирии, 7 августа 1876 года в 6 часов вечера. Его друг и сотрудник, знаменитый германский ассериолог доктор Фридрих Делич, находился в это время по своим делам в Лондоне. Около 6 часов вечера он случайно проходил близ дома, в котором имел обыкновение останавливаться сниз, когда приезжал в Лондон. Вдруг он услышал свое имя, произнесенное с таким поражающим воплем, что по его собственным словам он был потрясен до мозга костей. Как раз в этот день и час скончался его друг в далекой Сирии. Доктор Делич удостоверяет, что в момент происшествия он вовсе не думал о своем далеком друге. Описанный случай был в свое время опубликован в знаменитом Таймс. Не лишнее будет добавить, что доктор Делич, ученый, замкнутый в тесном кругу своей специальности, ничего общего с верой в подобные явления не имеющие. Рассказы из записок Николая Ивановича Греча Вскоре по выпуске в офицеры дядя мой Логин Иванович Греч отправился к армии, действовавшей против турок. Был в сражениях при Ларге и Кагуле. И в 1772 году умер от моровой язвы в Яссахе. Он был любимец своей матери и, как говорит семейное предание, явился ей в минуту своей смерти. Бабушка однажды после обеда легла отдохнуть. Вскоре выбежала она из своей спальни, встревоженная, и спрашивал у домашних, где же он? Что же он не вошел ко мне? Я еще не спала. Кто? Как кто? Сын мой, Логин Иванович. Я начала было засыпать, вдруг услышала шорох, открыла глаза и вижу, что он проходил бережно с остановкой мимо двери спальни, чтобы не разбудить меня. Где он? Не прячьте его. Ее уверяли, что он не приезжал, что ей так пригрезилось, и она со слезами убедилась в своей ошибке. В это время вошел в комнату взятия Безак. Узнав о случившемся, он призадумался, вынул из кармана записную книжку и записал день и час этого случая. Через две недели получено было письмо, что в этот самый час Логин Иванович скончался. У Авдотьи Петровни Елагиной за ним мог сын Рафаил. Мальчику горячо, ее любимому, было около двух лет. Он сильно страдал, сидя в своей кроватке, и мать подле него не сводила с него глаз. Нечаянно взглядывает она на дверь и в это мгновение видит так живо входящую Марию Андреевну Мойер, уроженную Протасову, подругу своего детства, любимицу Жуковского, на которой он желал некогда жениться, что вскакивает вдруг со стула и бежит к ней на встречу с Фортистанем. Маша. Но в дверях уже никого не было. С Авдотьей Петровной сделалось дурно. В эту самую ночь и в этот самый час Мария Андреевна скончалась в Дербте, как после было получено известие. Вице-директор почтового департамента Александр Павлович Яковлев был однажды в одном из петербургских театров женой своего рождения Карпенко. Во время представления пьесы, на которой было обращено все ее внимание, а она увидела вдруг, что перед ней промелькнула тень ее сестры Прокопович Антонской, жившей в Москве. Прежде было известие об ее болезни, но опасного ничего не предвиделось. Вскоре было узнано, что в то самое время, как госпожа Яковлева увидела перед собой тень сестры, «Госпожа Прокопович Антонская скончалась». Рассказ священника «Одна моя покойная прихожанка, говорит один священник, отличалась довольно странным характером, в особенности к могилам она питала не совсем нормальный интерес. Два дня после ее смерти, случившейся 8 мая 1885 года, после полудня, я услышал, что один садовник видел ее на кладбище в ту самую ночь. Я послал за ним, и он описал мне то, что видел, очень ясно и с большими подробностями. Садовник рассказывал следующее, «Возвращаясь с работы домой, я всегда прохожу через кладбище. С пятницы 8 мая 1885 года, войдя по обыкновению на кладбище, я стал искать коровы и осла, которые обыкновенно лежали у самого входа. При этом я взглянул в сторону четвероугольного склепа, где был погребен муж покойный. Тут я увидел ее опирающуюся на решетку. Одета она была так же, как и обыкновенно, в черную кофточку, окремленную крепом. И в черной платье на голове у нее была шляпа, похожая по форме, на корзину для угля. Она смотрела мне прямо в лицо и на вид казалась очень бледной, гораздо более бледной, чем обыкновенно. Я хорошо знал ее, так как одно время находился у нее в услужении. У меня немедленно явилась мысль, что пришла она с тем, чтобы по своему обыкновению посмотреть на склеп, может быть, отпереть его, войти туда. Уж не находится ли, подумал я, внутри склепа каменщик, чтобы что-нибудь там подправить. Не спуская глаз этой женщины, я стал обходить склеп, чтобы посмотреть, открыт ли вход. Она повернулась лицом ко мне и следила за мной глазами. Я пошел между церковью и могилой и взглянул вперед, чтобы посмотреть, отперт ли склеп, так как не мог этого видеть, из-за стоявшей передо мной женщины. при этом я лишь на минуту перестал смотреть на нее, так как споткнулся о газон. Но когда я поднял глаза, ее уже не было. Она не могла выйти из кладбища, так как, чтобы дойти до одного из двух выходов, ей нужно было пройти передо мною. Я действительно был уверен, что она быстро вошла в склеп. К моему великому удивлению, я нашел, что вход в него, который я ожидал видеть открытым, заперт. И даже никогда отперт не был, в скважине не было ключа. Я все-таки подумал, что мне удастся заглянуть внутрь склепа, поэтому, вернувшись назад, сильно толкнул дверь, чтобы убедиться, что она заперта. Но очевидно было, что внутри никого не было. Тут я сильно испугался и взглянул на часы. Было девять с половиной часов. Вернувшись домой, я был почти уверен, что виденное мною было плодом моего воображения. Однако я рассказал жене о своем видении. Когда на следующее сиденье я услышал от сына, что видя на мною женщина умерла, я вздрогнул от удивления, смешанного со страхом. И товарищ мой заметил это. Священник прибавляет, что известие о смерти его прихожанки могло дойти до места жительства садовника только на другой день, утром девятого мая. умерла же она в семь с половиной часов вечера восьмого мая. Рассказ матери о смерти сына Мать рассказывает о том, как она предчувствовала смерть своего сына. Происходило это в вербное воскресенье утром, я была у обедни, но не была в состоянии следить за службой, так как испытывала какое-то смутное и трудно определимое беспокойство. После завтрака я вошла в комнату, служившую нам гостиную. Над фортепиано висел портрет сына. Я нечаянно взглянул на него и чуть было не упало нарезничь. Этот портрет, правда, очень похожий, казался мне как бы одушевленным и живым. Мне казалось, что глаза моргали и губы двигались, в особенности поразил меня один из глаз, выступавший вперед и как будто хотевший выскочить из орбиты. это впечатление заставило меня сильно страдать. Оно было столь сильное, что когда в течение следующих дней мне случалось входить в комнату и смотреть на портрет, мне казалось, что я продолжаю видеть на лице сына то же выражение. Вот почему я наконец приказала покрыть картину крепом. После полудня мы отправились на прогулку, но несмотря на все старания мужа развлечь меня и на великолепную панораму расстилавшись перед нами, я ни на минуту не могла избавиться от завладевшего мною мрачного предчувствия. Помню, как в четыре часа по полудни я стояла опершись на ограду и рассеянно глядела перед собой. Мне казалось, что я вижу перед собой стену солдат и сына над стеною. Сегодня происходит битва, сказала я мужу, у меня мрачные предчувствия, сын наш будет убит или ранен. Друг убитого высушив, а от нее же следующее восклицание вскоре после этого случая, это еще полнее определяет некоторые обстоятельства. Милый мой, у меня горестное предчувствие, я лишусь сына. Сегодня утром войдя в комнату, где висел его портрет, чтобы мысленно приветствовать сына, как то я делала каждый день, я увидел совершенно отчетливо, что один глаз у него выколот, и по лесу его течет кровь. Сын мой убит! Что же оказалось? Предчувствие в полнейшей точности совпало с обстоятельствами смерти убитого. Сын упомянутой матери, отличавшийся в высшей степени пылким характером и одаренным большой храбростью, был сперва ранен в правую руку при атаке. Тогда он схватил шпагу в левую руку и продолжал преследовать бегущего неприятеля во главе солдат, но тут пуля попала ему в глаз и убила его на месте. Глаз, который видела мать на портрете истекающем кровью, был действительно тот самый, в который попала пуля. Это узнали впоследствии от унтер-офицера, служившего в отряде убитого и находившегося подлине его во время приступа. Вещие видения Немало известны и таких случаев, когда в особенно важной большей части грозящей опасностью для жизни или здоровья как кого-либо моменты, лицо это является другому, как бы в виде двойника его, прося помощи, заступничества и прочее. Вот пример этому. Жена одного священника, сидя однажды вечером за чайным столом, вдруг восклицает господа, смотрите, там по дорожке бежит к нашему дому женщина, наша недалекая соседка. Она придерживает платок у глаз и как будто кричит, что могло с ней случиться и побудить ее прийти к нам в это время. Я бегу отворить ей дверь, но за дверью никого не оказалось. Однако жена священника была твердо убеждена, что видела свою знакомую и что видение это предвещало что-нибудь недоброе, приключившееся с нею. Продолжение следует...